Типа, ой, Ритик, а ты знаешь эту переносочку, да? Ой, ты моя хорошая. Ритик, надо сходить в ветклинику. Ах, давай, давай. Ой, как он знает эту коробочку. Ой, как он знает её. Ритик, ой, давай, мой хороший. Давай, 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 давай. Что помочь? Он идёт туда. Давай, помогу. Ритик, не плак. Ой, кричим мы как. Ой, как мы не любим там сидеть. Ритик, не плакай, мой хороший. Не плакай. Вот нашего котика на плановый осмотр. Чистит ушки. А он кричит, как оглашенный. Мау да мау. Не хочет в переноске сидеть. Мы оставили сыну. И вот он начал чесать, чесать. Может быть полгода, может чуть больше. Ну побольше. Прям все это время чешет? Ну да, мажем. Мажем ли мы? То, что нам я принесла, чем пользовались? Барсом и вот этой вот штукой. Приверсективная мазь, это от клеща. Давайте посмотрим. Он насмотрелся, вычитал. Сейчас боится вылазить. Он орал всю дорогу, когда сюда занесли, там обстановка совсем другая. Иди, мой хороший. Там он не должен горать, да? Сейчас тебе ушки посмотрят и все. А кормите чем? Ой, этим. Феликсом и физкосом. И печень куриная. Вот посмотри-ка, как я дома не могу ему ничего сделать. Да, и как он здесь сидит? Спокойно. Я вообще удивляюсь всегда. Ни ватную палочку не можем туда, ничего. Вот видишь, сейчас анализ делают. Да, а ты боялся. Посмотри-ка, здесь не орет. Как орал он всю дорогу. Здесь, видишь, здесь, наверное, котами пахнет. Да, вон кошечка, наверное, он стерилизованная. И вот он сейчас весь в прострации. Что это такие запахи всякие? Сиди, сиди, сиди. Сиди, сиди, сиди. Анализ сейчас делают, посмотрят. Да, да, да. Или клещи, или там чего надо. Ушки-то лечить, да? Ушки лечить надо. Мы все лечимся и тебя надо лечить. Ты же наш член семьи, хороший, самый лучший. Ляг, полежи, полежи, не прыгай. Ох, как. Да, ты не такие запахи здесь. Да, запахи совсем страшные. Ну, зато спокойнее, здесь спокойнее. А в машине-то как орал, да? Как в машине-то орал. Я чуть с ума ведь не сошла с тобой. Скажем, машина родителями пахнет. Мне страшно, а тут страшно как. Ричик, не ходи туда. Сиди, сиди. Мне склоняться над тобой, знаешь, как тяжело. Знаешь, как тяжело склоняться там, кто там, да? Глаза-то такие круглые. Сейчас анализ все сделают, посмотрят, проверят. Да, и будем лечиться. Сейчас все сделаем, напишу вам. При этом вообще состояние как-то как? Ой, замечательно. Вообще замечательно. Вот кроме как часа не уж. И страха докторов. Нет, страха машины и переноски. Он как ее увидел, он чуть в обрак не упал. Мы два раза возили, у меня ему хватило. Здесь спокойно запахнет. Да, здесь запахи уже другими пахнет. И все. Уплотнение сухового канала. Вот там. Вот мы сделаем препарат. Отек, чтобы у нас снялся. Потом подойдете на контроль. Потому что если он чешет, 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 ткани травмируются, уплотняются. И из-за этого у него такой уже свободный в ухо туда сложно залезть. Вы фурцелином, да? Да, просто фурцелином. Такое ухо-то деревянное у него уже. Дану вам памятку по кормлению, чтобы придерживались правильного питания. Потому что, как и у людей, основа это питание. Все многие проблемы отсюда и идут. Он у вас уже взрослый? Четыре. Четыре. Ну, нормально такой, еще молодой тогда. Еще родичный. Вот смотри, как орет. А здесь смотри, как спокойно. Да, а здесь лежит и лежит. Мы даже капли какие-то не можем закапать, что он прям вырывается. Подожди, у тебя там клад целый. Да, правильно. Последний височек на чисто все. Пять шестьсот. Пять пятьсот. Хороший вес. Прям британец. Прям британский вес. Сейчас я подойду. Делай-ка фоточку. Фоточку? Очень похож на голубой был. Но в клинике тут сказали, что... Да, 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 именно в клинике сказали, что нет, это британец. Куда пошел? Ты мой хороший. Ребеночек. Прям вот не то, что в само ухо, а так вот на кожу и массиво. И как показывается надо? Тут прям даже побольше вот в это ушко. Капли четыре, пять. И вот так массируем. Оно, конечно, у него уже деревянное стало. Это уже то, что хронический процесс. Это, по-моему, вообще с самого начала. То, что, если говорите, всегда двухочесал может быть такое. Капли сейчас наберу. Котярик-то наш. Вот не сняли там, ребятки. Ильгиз хотел мне помочь, чтобы кота затолкать в переноску. А он сам туда ножками спокойно зашел. Как ему было страшно. Какие, наверное, страшные были чужие запахи. Ой, как хорошо с врачами-то. Красота. Все сделают и почистят. И полечат. У коти поставят. Дома ничего невозможно сделать. Он вырывается. Заплатили тысячу. Дали нам капельки. Будем неделю капать и еще раз на прием придется. Котик, ты такой странный. Дома мы тебя посадить не смогли. Орал всю дорогу. Там вел себя замечательно. И обратно в переноску сам забрался. Все, все дома. Все. Ты свободен? Свободу попугаю. Вот все равно чешется, чешется. Чешется. Там тебе закапали, все почистили. Чего чесать? Скажу, а деревянная сказали. Да. Субтитры сделал DimaTorzok